Вспомните все газеты, которые передергивали статьи, здесь авторы сидят, как будто бы открытых писем, скажите, что лукавит, скажите, что врет, что нет этого. Так вы не выдергивайте для людей те факты, о которых я говорю. Три последних года, когда я говорю, что мы выходим и рассказываем, это открытая информация для доступа всех, кто хотел бы ее получить. И у нас уже нет тех конфликтных ситуаций, которые были когда-то раньше. Потому что прозрачность распределения мест, она видна. И не вина сегодня администрации в том, что половина детских садов сегодня не в сети дошкольных образовательных учреждений. Если было 109, сейчас 51, наверное, надо понимать, что то количество зданий, которое отсутствует, оно и необходимо сегодня. Я не хочу политиканствовать, и я сегодня не политиканствую. Это ответ той системе, которая сегодня, наверное, отключить сейчас. Поэтому, пожалуйста, покажите нам видео заседания Думы. Одни из страны слышали, что ее количество существующих заявок, а у детей нет возможности нового облада детей этого возраста дошкольного образования. Сколько всего уходят детей и детей, которые дошкольные учреждения? Какой информации в документах уже нет? Вот даже не хочется вступать в полемику. Почему? Потому что, наверное, все видно. Вчера был дан ответ, что было написано постановление, постановление, когда нет такого документа в Думе, есть решение, которое было отправлено министру общего и профессионального образования с тем, что оценку поставили два. Сегодня, вчера уже было сказано в точке зрения, что это письмо направлено, то есть люди не могут определиться письмо, постановление, решение, что там еще может быть направлено. И вы знаете, мне самое вот за два месяца, за месяц, который есть, и вот за два, которых я работаю с Думой, знаете, самое страшное, что я уже сегодня говорила своим коллегам, страшное самое разочарование в людях. Потому что нельзя таким образом разговаривать с тем пластом большим, который называется интеллигенция. Коллеги, я говорю это про вас. Я говорю это про себя, я говорю это про вас, потому что нельзя допускать, чтобы вот так разговаривали с нами. И то, что я не склонила голову 27 декабря, потому что это было унижение, вот я вам серьезно говорю. Наталья Михайловна, которая может на все звонки, на все вопросы родителей отвечать достаточно спокойно, она была шокирована поведением, которое было у депутатов 27 декабря. Сегодня вопрос в другом. Решаем, да, затратно построить три детских сада на 810 мест, которые каждый будет стоить порядка 160 миллионов. Вот где голова должна была думать. О том, когда не земельный налог понижать, а голосовать за то, чтобы хотя бы повысить. Не вникаю я в политику, не хочу. Я занимаюсь своей работой. Но вы вынуждаете сегодня вести себя таким образом. Дайте нам спокойно работать, потому что у нас сегодня дел достаточно по горло. Почему мы должны отвлекаться на все ваши беседы за круглым столом, не за круглым, в точке зрения, без точки зрения, когда человек некомпетентно говорит какие-то вещи. Поглядите, Нина Викторовна, в окно. У вас точечная застройка. Да, точечная застройка, которая забрала землю вокруг управления образования. Не лукавит Нина Викторовна. А говорит, что с одной стороны будет подземный гараж, который все еще не забрали землю, не можем забрать. С другой стороны, у нас стройка, которая только начата для того, чтобы взять участок земли. И все. О чем лукавлю я? О чем? Чему я врукому? Когда люди работают в выходные, когда у нас доп. образования, я всегда говорю, это энтузиасты. Все выходные с мальчишками, с девчонками на кортах. Это тоже полномочия управления образования. 18 дворовых клубов, по 300 человек за смену отдыхают. Школы. Когда мы с вами сегодня обучаемся, сами обучаем детей. Сравнивать сколько троечников? Да это некорректно. Каждый год выпускаются разные дети. И как можно сказать сегодня, что Маша Иванова лучше, чем был прошлый Петя Петров? Как можно это сказать? Все учреждения у нас сегодня будут смотреться всеми надзорными органами за первое полугодие. Но не надо меня пугать этим. Я готова отвечать. Поэтому, пожалуйста, коллеги, есть вопросы, Наталья Владимировна, наверное, ответит. Вы знаете, вы чудесные, замечательные педагоги. И у нас сегодня теперь замечательные ученики. Наталья Владимировна, раз вы, Доля, поперек из учения, пожалуйста, до вашего, вот именно РИМЭ. Что же вы меня перебиваете? Ну, я еще раз говорю, у меня вопрос. Ну, это не уважение. Я не перебивала много. Вот я вашу речь держу в руках. Я хочу задать вам вопрос по вашей речи. Не потом, не по информации управления образованием, по вашей речи, на основании чего вы сделали такие, какие касательно цифр? Итак, значит, первый. Пункт первый. Ответить неисполнение главой, в части своей времени исполнение решений Первого райского городского округа и предоставления Думе отчета по исполнению полномочий по решению вопросов местного значения управления образованием. У меня вопрос такой конкретный. Вы изучили все полномочия. Сколько их? Перечислите, пожалуйста, еще раз. Ольга Геннадьевна, я не ученица. Я не ученица. Ну, как ученица? У вас педагогическое образование. Педагогическое образование, да. В том числе и по ликвидации учреждения списка. И второй вопрос. Отвечить недостаточную методологическую проработанность или их показатель. В чем эта недостаточная методологическая проработанность? Ольга Геннадьевна, все учителя видели мой доклад. Для чего вы сейчас... Я еще раз говорю. Вот это я не увидела даже как учитель, как директор школы. В чем недостаточная методологическая проработанность, показатель? Дальше. Следующее. Не можете ответить, это понятно. Отметить существенные недостатки в деятельности управления образованием в частности ликвидации очереди, в том числе неудовлетворительные фактические показатели, уменьшение очереди дошкольно-образовательного учреждения, занижение планов введения дополнительных мест. Вы сами хоть в одном садике задают тот же самый вопрос. Вы были хоть в одном садике? Вы должны представить, если передавая информацию в СМИ, что одна группа работает с утра, а для вас представление, что вторая группа работает на садике с обедом. Вот поэтому мы пойдем в рейды и все депутаты. Вы должны понимать, уважаемые наши коллеги, что сегодня пришла новая дума, сегодня пришли новые депутаты. Которые сегодня работают немножечко по-другому. Которые хотят познакомиться, прийти к вам, посмотреть на что потрачены деньги, в каких условиях работают сегодня наши педагоги. Хорошо. Следующий вопрос, Наталья Владимировна, с вашей речи. Сегодня мы будем создавать рабочие группы, мы будем выходить в детские сады, мы будем выходить в школы. Очень красиво. Следующий вопрос из вашей речи. В чем недостаточный контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм и условий пребывания детей дошкольных образовательных детей? Вы не знаете, вы мне все читать будете? Это ваша речь и моя. Я прочитала. Напишите, пожалуйста, письменную медиуму. Я прочитала письменную медиуму. Знаете, у меня времени даже на такие заседания, как бы, выслушивая то, что необъективное, вы не умеете, прошу прощения, делать комплексный анализ. Вы не понимаете, что сначала дедушка положительная, отрицательная. Вы только ищите отрицательность. И в этом ваша последняя. Я не могу сказать, что я вас не скажу. И скажу последнюю. Вы даже, по-моему, может быть, лично, может быть, меня говорят, просмотрев, как бы, что знаю, что вы работаете, я, может, говорю, получив высшее образование, работали в детском саду. На предыдущем сайте Думы, когда в прошлый созыв, вы указали, что работали воспитателем. А в этом году, на этой Думе вы указали, что вы с 99-го года уже работаете начальником отдела. У меня вопрос. Каковы ваши полномочия начальника отдела? Если вы даже не умеете произносить цифры. Я сразу хочу сказать, что я, мне не Виктора мне, я не ее служащий. Я абсолютно другое образовательное учреждение и подчиненную у меня, простите, я подчиняюсь министру образования. И никто меня сегодня сюда не приглашал. Я хотела бы акцентировать внимание. В докладе было сказано Журавлева, Журавлева, Журавлева. Вот, к сожалению, это не Дина Викторовна Журавлева, она дома. Ну, с коллегами, наверное, да. А в данном случае нужно давать оценку деятельности начальника управления образованием, но никак не фамилиарно. Следующее. Когда мы проработали все вопросы о передаче здания муниципалитет, я вам честно скажу, что в коридоре подошли к министру образования и попросили встречу. Нам тут же сказали, когда вам удобно. Вот я хотела бы сейчас заотрить ваше внимание. Министр образования спрашивает начальника управления образования города Пермуральск, когда вам удобно. Мне кажется, это достаточно высокая оценка деятельности всей системы образования города Пермуральска. Вот как не то образовательное учреждение, которое представляет государственное, казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся в обечении родителей, которое находится на территории муниципального органа Пермуральск, вот зайти хоть к нам как-то посмотреть, как живут асоциальные дети. Так как учителя, которые работают в муниципальном округе и управление образованием, нашли время, специалисты управления образованием неоднократно были у нас, они смотрели за содержанием, за выполнением всех норм, правил и так далее детей-сирот. К нам приходят учителя, педагоги из всех образовательных учреждений, где учатся мои, мои дети, и смотрят, как мы выполняем домашние задания. Так почему бы вам, уважаемые управленцы, думай, не прийти и не посмотреть. И тогда, наверное, можно будет говорить. Почему у нас уровень образованности детей не очень высок? Так как уровень социального благополучия семей в городе Пермуральске, он не очень высокий. И когда приходишь в Министерство образования и спрашивают, вы откуда, и ты говоришь, город Пермуральск или муниципальный округ, город Пермуральск в правительстве, вы знаете, вот сразу начинают спрашивать, а у вас там? Так вот, когда вы принимаете какие-либо решения, тем более их озвучиваете в СМИ, пожалуйста, думайте о том, как о нас думают в Министерстве образования, в правительстве. Ну и от Кауски, я вам хочу сказать, уже есть. От Кауски есть, Нина Викторовна, о том я вам скажу позже. То есть Медисоном уже по некоторым объектам отказала. Ничего нового мы не напишем, к сожалению. Все выставлено в информационных сетях, все есть. Все, что покажем, все, что нами работали, то и покажем. Поэтому спасибо за то, что поддержали. Уважаемые коллеги, наверное, действительно, эта встреча должна была состояться намного раньше. Я приношу извинения не Викторовне Журавлевой, потому что, действительно, доклад ограничивал время, и я торопилась. Я не Викторовна извиняюсь, что же перед вами. Поэтому я надеюсь, что будет конструктивнее дело, и, действительно, депутаты социального комитета будут работать с вами в плотной связке. А все пожелания, которые сегодня были, мы учтем. Спасибо.